Привет друзья! Смотрите, по поводу видео касательно Google, видео которое я опубликовал, отдельные граждане начали писать, что в свое время какие-то там российские блогеры начали там кричать, что вот им скручивают просмотры, ну чем это было обосновано? Это обосновано тем, что к ним просто потеряли интерес люди, их просто перестали смотреть, в итоге сошли на нет. Но тогда об этом активно сообщали Deutsche Welle, да все начали сообщать, ой, скручивают просмотры. Эти люди начали пытаться натягивать данную ситуацию на то, что озвучил я. Так вот, истерики всевозможных там странных блогеров, это немножко не из той песни, потому что я четко показал факты, я продемонстрировал фактаж. Это реальность, это не съемка экрана, где у меня скрутили просмотр, у меня убрали лайк, это фактаж. Офис Google, украинский, работает с администрацией президента. И они этого не особо скрывают, это факт. Просто люди, которые мне начали писать об этом, это же то же самое, я им сказал, ну приведи пример. Факт приведи, я представляю, что если бы в офис Google в России, да, вот так вот запросто заходила администрация президента. Я бы посмотрел, что было. Мне было бы интересно на это посмотреть. Ну а теперь переходим к следующей истории, касательно отпрыска, или нет, нет, человека, похожего на отпрыска президента Украины, мы поговорим чуть позже. И знаете, мне больше всего не нравятся маловеры, которые начинают писать, ну что же, время прошло, значит так надо. Это то самое видео, которое и было залито уже на канал. Вот оно в закрытом виде, видите, стоит, датировано, видите, когда, время, видите, все видите. То есть я все сделал честно, и все сделал правильно, и все сделал с задумкой определенной. И что случилось далее? Далее, это я объяснил в своем предыдущем, самом коротком видео, да, видео попало в сеть. Видео попало в сеть, причем вывалили все вместе, и такое впечатление, что просто молодые люди выпили, сильно выпили, знаете, ну там кто-то кому-то в жопу вставил тюльпа, ну то такое. Первый вариант, это тупоголовые существа, у которых это видео мною было взято, решили подзаработать и слили еще кому-то, и слили еще кому-то достаточно тупоголовому для того, чтобы он разместил это на Ньюсфронт, к примеру, да. Для понимания, сайт Ньюсфронт, будем называть это сайт, не открывается на территории Украины. Ну и плюс, конечно же, новостям с Ньюсфронта, наравне с новостями о чернокожих наемниках в количестве 300 человек, доверие огромное. Дело не в доверии, дело в том, что будет с Петей. А Петя получил именно ведро холодной воды на голову, а не по капельке, и отряхнется, и через два дня все забудут. Вот в чем основная проблема, через два дня все забудут. Второй вариант, это сами фигуранты решили залить данное видео в сеть. Почему? Потому что они поняли, что я буду это выдавать. И я склоняюсь больше, наверное, все-таки к этому варианту, и они сами это слили. Причем слили на ресурсах законтаченных, для того, чтобы сказать, вот это как раз таки, видите, это же тупо сепары сделали. Вторая мысль, мне кажется, знаете, я бы по-любому думал, что так и произошло, если бы там в администрации были чуть-чуть умнее. Я смотрю, они тупоголовые абсолютно. Ну и третий вариант, это видео слил я лично. Мы же говорим открыто, я обсуждаю открыто. Это видео отдал я лично, и мне по барабану было, куда оно попадет, ход на порнхаб, кому надо, тот найдет. Почему я мог это сделать? Потому что Порошенко не извинился в срок. Не извинился в срок, получи сурок. Можно так, допустим, сказать, в рифму. И я не знаю, какой из трех вариантов правильный. И к какому варианту на самом деле благоволит моя душа. Я не скажу, какой из вариантов правильный. Потому что последний вариант был бы тоже логичен, да? Не извинился? Получи. Теперь каждая собака будет называть твоего сына Фан-Фан-Тюльпан. Петя, грязь всегда идет к грязи. Если ты грязный, ты притягиваешь к себе грязь. Далее, пока что пускаю ролик, который был залит. То есть, кусок ролика, который был залит. Итак, произошла сходка парахаботов. Ну, их назвали лучшие блогеры Украины. Но все лучшие блогеры Украины оказываются почему-то людьми, которые облизывают действующую власть. Вы понимаете, да? То есть, одно с другим связано. То есть, ну, зачастую это какие-то неудачники, которые варятся в своей среде, где их лайкают активно и продвигают. Это вот в своей маленькой тусовочке. На самом деле, они никому не интересны. И при первых лучах солнца, когда вылетит Петя из власти, они тоже рассыпятся и расползутся. И превратятся в слизь. В общем, вот парахабот Литовченко. Парахабот Литовченко, это показатели его на Social Blade, потому что он там назовет меня чертом. Ну, в принципе, я не обижаюсь, знаете. Ну, по показателям видно, кто из нас черт. Да? Миллион двести в месяц. Оу! Круто! И, в общем, давайте почитаем его отчет о встрече. Меня там кое-что заинтересовало. Вот он пишет, что, мол, встретился, очень долго рассказывает, все рассказывает, рассказывает. И здесь сообщает, что про Коломойского тот говорил, этот мошенник, про нацжен и остальные национальные корпусы, нацисты. О, уже прозвучали, видите, нацисты, оказывается. Да? Что он на них смело пошел, и они раступились, что не надо их бояться. Вот он когда-то смело на них пошел, и они раступились, оказывается. Вот так вот оказывается. Рассказывает, что это все нацисты, короче, что они там наехали на олигархов, олигархи испугались, начали им платить. Раньше Петя этого не знал. А сейчас вдруг он узнал, потому что выборы близятся, и на скорпус ему сделал пару неприятностей. Но Петя, впрочем, рассказывает, что к нему уже приходили договариваться. Он всех послал. Ну, в общем, перед тупыми парохоботами, которые вот это вот понесут в массы, можно так повыделываться. Но им даже парохоботам же, они же крепостные, запретили даже включать камеры. И я так понимаю, даже диктофоны. Обыскали их, знаете, обыскали до трусов. Заходи, парохобот. А вот то, что касается лично меня, мне это очень заинтересовало. Итак, в борьбе с гибридным врагом надо активнее привлекать Европу, которая тупо прохлопала, как орки научились пользоваться ее демократическими инструментами. Привел пример Шария. Даля Грибаускайте даже не поверила, что он до сих пор числится в ее стране политическим беженцем. Или как там этот черт числится. Даже долго убеждала Порошенко, что тот, наверное, что-то спутал. Ай-яй-яй, Даля. Ну, кто черт, я, в принципе, показал. А почему у него такие результаты? Потому что людям иногда надоедает смотреть про чужую страну, например, про Россию. И хочется что-то узнать про свою, про Украину. Касательно беседы Порошенко с Далей Грибаускайте. Получается, президент Украины проводит переговоры с президентами европейского государства касательно блогера. И даже в чем-то его президента другой страны европейской убеждает. Я думаю, что мое мнение, что госпожа Даля просто нашла правильный выход, показав, что она как бы не знает. Конечно, она знает обо мне. Без сомнения она знает. Но она знает и другое. Что в Европе это не в сарае с кучей свиней, которые изображают из себя власть. В Европе, если ты хочешь на кого-то накатиться, то надо иметь какую-то причину. А нельзя просто так взять и что-то сделать с человеком, который не нарушает закон. Он просто его не нарушает и все. Он не представляет угрозы, он не нарушает. Я Пете передам, ты, тухлый, меня проверяли. Не раз проверяли. Даже больше, чем надо проверяли. Безопасность проверяла, миграция проверяла. Все четко. Я не нарушаю закон. Нельзя наказать кого-то за критику власти в его собственной стране. Вот и все. Но то, что ты проводишь переговоры с высшим руководством европейских государств касательно меня, я думаю, нам обязательно пригодится. И я полагаю, что тупые парохоботы тебя в очередной раз подставили. Теперь, потому что эта новость и эта информация уже ушла туда, куда надо. Это прекрасно. Старайся. Старайся дальше. Это оскорбительный ролик. И мы знаем, что сегодня вы занимаетесь делом его сестры. И, в частности, это дело, это очень тяжелое обвинение. Обвинение в педофилии. С сестры Анатолия Шария. И, насколько нам известно, он скрывается сегодня на территории одной из стран Европейского Союза. Слушай, Петя, а ты скажи далее, что вон на меня в Голландии же уголовное дело. Педофил, малыш. Что Следственный комитет Российской Федерации меня разыскивает. Расскажи. Сошлись на свои СМИ. И расскажи ей как раз. Вот то мне сразу будет. Че ты? Че ты не ссылаешься? На украинских правоохранителей сошлись, которые открыли производство о том, что я насиловал в 17-м году кого-то в Киеве. Давай. Ссылайся. Не? Не ссылаешься? Про российского пропагандиста Анатолия Шария. Сестра звинувачивая у Розбещене. Відповідный позов вона подала в Следственный комитет Российской Федерации. Такую информацию в соцмережах поведомил российский адвокат Марк Фейгин. Да. Это первая волна. Первая волна, можно сказать. Будь вторая волна. Штормами будет накрывать. И мы будем штормить дальше. Мы будем действовать дальше, вне зависимости от того, какой из трех вариантов на самом деле правильный. Может быть администрация президента такая умная. А может быть Шарий сам сказал. Ревите. А может быть. Может быть первый вариант. Может быть люди, у которых я это взял, они оказались тупоголовыми и слили это, не понимая, что очень скоро эта тема может умереть. Но в любом случае известно одно. Что даже после выборов я не остановлюсь. Ибо одно является точной истиной. Извинения я пока не получил. Это не значит, что он должен был выйти и сказать, Шарий, извини. Да хоть бы кивнул башней своей. Сделал бы что-то, чтобы я понял, что он извинился. Но он пока ничего не сделал. Вот такая вот личная история. Свидетелем которой стали тысячи, ну, миллионы людей. Подписывайтесь, друзья. Здесь, знаете, игра пистонов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok